Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Очевидно, из тех новостей, которые мы читаем в наших официальных источниках информации, повторяю, официальных источниках информации, если вы систематизируете всю информацию, которую вы получаете из, опять-таки, официальных источников, которые во многом контролируются такими людьми, как Руперт Мердок, вы начинаете понимать, что пока либеральное правительство, партия либеральной, партии национальной, то есть либеральная национальная коалиция, пока она у власти, ни о каком приезде иностранных студентов и вообще открытии Австралии речи идти не может. И в этом наше отличие от нашей митрополии. Правительство Великобритании Борис Джонсон сказал, 21 июня страна будет открыта. И в отличие от наших болтунов, обычно британское правительство, оно не бросает свои слова на ветер. Поэтому очень странно выглядит страна, которая вроде как является частью британского содружества наций, и без всякого нормального объяснения она вот так себя ведет. Это правительство не отвечает нуждам австралийского народа. И оно должно в принципе уйти или по крайней мере либеральная партия должна присмотреть свою позицию и сменить своего лидера, потому что лидер и его ближайшие министры, это люди, которые не понимают того, что они, на мой взгляд, делают. И они не способны действовать во время кризиса. То есть кризис менеджмент у них на очень плохом уровне. Вы знаете, мне очень интересно, вроде как либеральная партия выступает как партия, ну там так, крупного капитала. Что мы на данный момент видим? Мы на данный момент видим, что обсуждается приезд только студентов. Может быть, это только обсуждается. Никаких действий не происходит студентов крупных университетов. Как будто частных учебных заведений не существует и вовсе. Таким образом это правительство, как это не смешно звучит, выглядит, как будто оно коммунистическое правительство выступает против частной собственности. В том числе в данном случае в сфере образования. Дело в том, что правительство заявляет, что будут какие-то пилотные проекты. И учебные заведения должны дать информацию по своим студентам, по своим проектам, как они думают привести студентов. В данном случае Кингсон институт, Ллойдс колледж и несколько других учебных заведений согласно пожеланиям нашего правительства в самом-самом начале этого года, 2021, они дали свои планы привоза иностранных студентов в Австралию. И что мы на данный момент видим? На данный момент видим, что все эти планы кладутся под сукной. И, соответственно, ничего не происходит. Не происходит от слова «вообще». Самый на данный момент странный, скажем так, штат в Австралии, к сожалению, это штат Новый Южный Уэль, в котором я сейчас нахожусь. Правительство штата вообще не рассматривает предложения от учебных заведений о том, чтобы привозить наших студентов. Наиболее элитный наш университет, университет нашего штата Нового Южного Уэльса предложил свою схему. Но правительство решило привезти каким-то образом несколько сот студентов через Тасманию. Но что правительство Тасмании разумно ответило, а вы что, рехнулись что ли? Мы своих-то студентов не можем привезти, потому что федеральное правительство одной рукой говорит, да, давайте делаем, а другой рукой Министерство иммиграции, HOMEFS, таможенный контроль, австралийская федеральная полиция. Все это находится под управлением аэропорта, под управлением федеральным. И, соответственно, федеральное правительство не дает такой возможности, технически невозможно при существующих квотах привезти сколько-нибудь значительное, если вообще хоть кого-то, количество иностранных студентов. Соответственно, если люди прилетят в Тасманию для того, чтобы потом учиться в штате Новый Южный Уэль, значит, в Тасманию не попадут даже граждане страны, даже люди, которые находятся сейчас за рубежом, потому что правительство страны не расширяет квоты. И я не думаю, что больные на всю голову люди управляют страной. Они хитрые, но не больные. Они, может быть, подлые, но отнюдь не дураки. И, соответственно, когда они такое делают, по всей видимости, они просто в сговоре с правительством нашего штата. И совсем неудивительно, потому что и штат Новый Южный Уэльс, и федеральное правительство возглавляют одна и та же правящая партия, либеральная, либеральная национальная коалиция. И поэтому ничего не получается. И скажу вам так, есть разные способы улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Есть таковая, существует вообще. И программа вакцинации, как и любую другую кризисную программу в нашей стране, наше правительство с успехом провалило. И премьер-министры, министры здравоохранения и так далее оказались обычными болтунами, непрофессионалами. Или, ну, я не знаю даже, как иначе назвать это. Потому что есть предложение, допустим, от компании Pfizer американская. Так почему мы использовали AstraZeneca? По AstraZeneca тоже вопросы есть. Ну, появились какие-то тромбы у одного человека из миллиона, допустим. Ну, это не причина для того, чтобы останавливать программу. Если вы в действительности считаете, что она нужна стране, здесь как бы тоже опять-таки вопросы, потому что непонятно, нужна она или нет, если правительство демонстративно не хочет делать вакцинацию в срок. Может быть, она больше что-то знает, чем нам о том говорит, не знаю. Но такое ощущение складывается. Так вот, если вы поняли, что что-то может произойти с одной вакциной, а почему вы не запаслись в другой? Вот есть Pfizer, да, если первая там AstraZeneca, она английская, то это американская. Pfizer вообще известная фирма. Если вы верите в то, что Pfizer и вообще эти вакцины помогут твоему народу, почему вы не сделали план B? И в менеджменте, и в здравом смысле всегда есть план B и план C. План C. Ну, допустим, всемирная там организация какая-то, подтверждающая вакцины. Допустим, российскую вакцину подтвердил этот спутник, то ли V, то ли V, непонятно. Если подтвердил, а что не покупаете? Ну, вроде недорогая, вроде эффективная, против всего и всякого там. Почему китайскую не покупаете? Те же самые русские и китайцы были бы крайне рады, если бы в них купили эту вакцину. Это бы показало, что вот смотрите, Австралия, развитая страна, тебе взяла и купила. Это могло бы помочь, допустим, устанавливать лучшие отношения с этими странами. Я говорю не как гражданин России, я говорю как гражданин Австралии, который хочет быть очень практичным и хочет лучшего для своей страны. Вот я хочу как гражданин Австралии, а премьер-министр Австралии не хочет. Я не скажу за всю партию либеральную, тем более за всех парламентариев и тем более за весь австралийский народ. Видимо, то, какие мысли обуревают нашим премьер-министрам, лидерам этой правящей партии, они немножко отличаются от интересов или сильно отличаются от интересов австралийского народа. А в интересах австралийского народа, чтобы жизнь потихонечку вернулась в прежние берега. И чтобы у нас были международные студенты. Потому что, как я понимаю, если мы все там проколемся, то, в общем-то, для двойных граждан, таким как я, допустим, проблема смотаться в Россию обратно вообще не будет проблемой. И моя жизнь как бы наладится. Вопрос в том, а наладится ли жизнь моей страны, Австралии. Если у нас не будет иностранных студентов, значит, у нас не будет доходов. А это третья статья доходов. Если у нас не будут открыты границы, у нас и четвертая или пятая статья доходов. То есть туризм тоже умрет вместе со всякими никому уже ненужными отелями, туристическими, аттракшнс там и так далее. Кому это надо в Австралии? Ну, сколько можно смотреть на эти водопады, на эту Тасманию и на все остальное? Оно надоедает. Иностранцев, ну, они как бы все новые и новые иностранцы, поэтому они могут. Но так как пускать туристов и не пускать студентов, это было бы совсем уже странно. Туристов тоже не пустят. Не пустят тех, кто выходит замуж за австралийцев или женится на австраликах. А это уже антигуманно, между прочим. И вот это все в совокупности говорит о том, что это правительство и штата, и в основном федеральное, должно уйти. Это правительство уже не любо даже тем силам, которые правят этим миром. Потому что у нас появились как бы публикации в газете Daily Mail постоянные. Всегда очень критически относятся к тому, что делают нынешнее правительство. Нынешнее правительство погрязло в каких-то сексуальных скандалах. Если это не так, то почему об этом постоянно пишут СМИ? Кто контролирует эти средства массовой информации? Если не контролируется Рупертом Мердоком, гражданином США, о чем мы поссорились с Соединенными Штатами? Вроде как мы тут лепшие друзья, программа 5 пар глаз и так далее. Что вообще происходит? Если для того, чтобы у нас нормализовалась ситуация, нам надо привиться, так скажите все это. Давайте уберем к чертовой матери премьера, которая не умеет бороться ни с пожарами, ни с эпидемиями, ни с чем другим, а только посещает футбольные матчи. Вот давайте мы установим телевизор, проплатим у Фокстелла, пускай он смотрит свой футбол, свою Коронава Шаркс регби команду и все остальное прочее. Желательно, чтобы он не был премьер-министром, чтобы у либеральной партии были нормальные лидеры, и чтобы страной руководили, ну, на данный момент уж оппозиционная партия. Надо ей дать лет 6-9-12, для того, чтобы она поправила ситуацию в стране. Нам надо нормализовать отношения в Коман-Вэлсе, то есть, чтобы у нас не было таких сильных диссонансов, допустим, в политике, как сейчас с политикой британской короны, да. Нам надо с Соединенными Штатами устанавливать отношения. Если Дональд Трамп ушел, а вместо него пришли демократы с Байденом, если муж друзья Соединенных Штатов, значит, нам надо убрать правительство, которое трампистское, и поставить то, которое дружественное, с демократической партией, то есть, на данный момент либористскую партию. Надо в действительности хорошего лидера либористам, ну, так, с этим надо работать, с этим работаем, то есть, либористы должны понять, какую платформу они должны иметь, чтобы поддерживали их другие страны. И я уже говорил о том, что надо поменять в политике либористской партии, но надо что-то делать. В противном случае, последствия будут очень плохие. Во-первых, репутация Австралии в глазах международного сообщества упадет. Во-вторых, деньги уйдут, потому что студенты долго ждать не будут. Да, они поднимут английский язык, вполне возможно, онлайн, и уедут в Канаду, в США, в Великобританию, то есть, в те страны, где людей учат, где люди принимают, да, с какими-то мерами предосторожности, да, там, может быть, это дороже, может быть, это не так тепло и красиво, как в Австралии, но австралийская теплота, красота и даже, ну, качество обучения, в чем у меня есть, допустим, некоторые сомнения, они не для иностранных студентов, потому что, опять-таки, страна закрытая. И я не понимаю, если это понятно обычному образовательному агенту, который не является каким-то там вундеркидным, не является доктором каких-то там наук, пускай, в сфере образования, который не является человеком, приближенным к элите политической этой страны, почему мне это понятно, почему многим людям вокруг меня, с кем я общаюсь, в том числе с ректорами университетов, владельцами вечерних заведений, это понятно, а правительству этой страны это непонятно. Я так думаю, что у нас очень непонятное и неприятное правительство. Еще повторяю, дорогие друзья, это может быть и политика, но это на самом деле жизнь. Пока Скотт Моррисон будет со своей комарилией у власти, никакого приезда в Австралию не будет. Так что давайте ждать, дорогие друзья, выборов, давайте готовиться, давайте повышать наш уровень английского языка, обводиться финансовыми средствами и ждать момента, когда неадекватное правительство уйдет, и на смену ему придут люди, которые нормальные, адекватные. Ну пускай они не болеют за кронала Шаркс, но по крайней мере у них есть чем думать. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова